Продолжение следует... Сотрудники Парка высоких технологий проявили себя, мягко говоря, не с лучшей стороны. Конечно, в обществе, в большинстве своем присутствует некая настороженность в этом отношении. Вот это я имею в виду, что настало время снять какие-то ненужные нам нюансы с функционированием ПВТ. Должен сказать, что надо скидку сделать на то, что не во всем повинны и сами сотрудники ПВТ и те, кто занимались высокими технологиями. Это отчасти наше упущение, но, скорее всего, это неизбежный этап, который мы переживали, когда ПВТ и те компании, которые там были зарегистрированы, они были, ну, прямо скажем, дочерними компаниями. Хозяева были далеко за пределами Беларуси. Мы видели и получали сведения накануне этого мятежа, что будут задействованы сотрудники ПВТ. И опять же признаюсь, что ни я, ни спецслужбы не уделили этому должного внимания. Мы просто отмахнулись от этого. Я думал, ну, не может же быть, чтобы твои дети начали против тебя войну. Ну, за это и поплатились. Оказывается, что и такие дети могут воевать против родителей, если им хорошо платят. То есть наши люди, это тоже откровенно надо признать, работающие в парке высоких технологий, получая приличные доходы, заработную плату по сравнению с средней зарплатой Беларуси, предпочли большие деньги и выполняли команды заграничных своих хозяев, чаще всего заокеанских. Может, я в чем-то ошибаюсь, но, наверное, только в деталях. Мы анализировали эту ситуацию с этих позиций и пришли к такому выводу. Поэтому скидку надо делать на то, что все-таки ими управляли. А поскольку это молодые в основном люди, да и руководство парка высоких технологий спустя рукава там работали, не знали своих людей и не противодействовали вовремя всем этим тенденциям негативным, мы получили то, что получили. Но я думаю, что отказываться от работы парка высоких технологий, не поддерживать его было бы с нашей точки зрения неправильно. Хоть уже я часто об этом говорю, мы имеем, благодаря в том числе и работе парка, на каждом предприятии свой парк высоких технологий. Начиная от Академии наук там и заканчивая МАЗом, БелАЗом и другими предприятиями. Я сначала тоже не поверил, что на каждом предприятии у нас есть очень сильные айтишники, которые не просто на заокеанского дядю работают, а создают конечный продукт. Или как-то мы боролись за какую-то продуктовую компанию и прочее. Вот они, пожалуйста, они созданы. И когда мы проверили, ну, к примеру, БелАЗ, а там целый корпус четырехэтажный или пятиэтажный, сидят ребята, которые работают на БелАЗ, на программное обеспечение создают и готовый продукт там создают. То есть парк высоких технологий сыграл здесь, я считаю, очень важную роль. Потом, благодаря парку, мы подтолкнули образование в этом направлении. Меня уже беспокойство вызывает то, что у нас, наверное, чрезмерный перекос в айти этой сфере и подготовке специалистов в этом плане. Но ничего, это вопрос регулируемый. Не будет спроса, не будет и подготовки. А раз есть спрос, значит, и готовятся люди, и молодые люди хотят работать айтишниками. Поэтому, с какой стороны ни посмотри, все-таки парк высоких технологий, это такая фишка нашей независимости молодого государства, он должен существовать. Как он должен работать, какая ситуация там складывается, вот я хотел бы объективно услышать эту информацию. В апреле подписан указ 136-й об органе управления в сфере информатизации. Парку поручалось создать базу данных, компетенции резидентов и определить порядок их привлечения к процессам цифровизации отраслей экономики. Правильно? Да, товарищ президент. Вот, какие результаты? Надо обсудить нам результаты данной работы. У нас существует наблюдательный совет, так? Да. В парке высоких технологий. Как он работает? Насколько мы контролируем ситуацию по ВТ? Как дальше будем работать? Вы же понимаете, что я, как человек, отвечающий за безопасность нашего государства и стабильность функционирования нашего общества, не могу допустить, чтобы у нас еще раз пошла волна от айтишников, ИПшников и так далее. Еще раз хочу подчеркнуть, что, я это не скрываю, благодаря президенту появились такие отрасли в нашей экономике и в нашем обществе. Поэтому я за это и несу ответственность. Мы не должны видеть только положительные. Мы должны видеть и недостатки для того, чтобы вовремя реагировать. Ну и функционирование парка в настоящих условиях. Я не ожидал, за три квартала, за девять месяцев этого года, вот я данные взял, экспорт парка приблизился к двум миллиардам долларов. Я этого не ожидал. Я думал, вы уже там разбежались по закоулкам планеты. И немного это меньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, это высокий уровень. Но это три квартала, а год четыре квартала. Посмотрим, как вы сработаете в четвертом квартале. И что отрадно, что те, кто рванули за пределы страны после уведения санкций, я это все понимаю, они начали возвращаться. И очень многие вернулись обратно. Попробовали за границу на зуб и поняли, что в стране, там, где родился, там ты должен пригодиться. Это хорошая тенденция. Новые резиденты, знаю, регистрируются. Свои IT-продукты создают, осваивают новые рынки. Все утихомирится. Бизнес есть бизнес. Война войной, но бизнес свое место найдет в мире. Поэтому давайте вот обсудим проблемы, которые у нас есть, и меры реагирования, чтобы наше общество понимало, как мы все-таки дальше будем работать с ПВТ и использовать его на пользу страны прежде всего. Настало время, опыт есть, хороший опыт. Надо все-таки этот парк поворачивать, чтобы он работал прежде всего на страну и работал эффективно. Пожалуйста. Товарищ президент, с позволения я все-таки хочу подчеркнуть еще раз о том, что фактически парк создан благодаря вам. Он так развился благодаря вам. И последний декрет, и вот взрывной рост последние пять лет фактически по экспорту парк высоких технологий соответствует экспорту калийных удобрений. То есть это серьезный вклад в экспорт и серьезный вклад в сальдо, что для нас важно очень. И этот взрывной рост последние пять лет, это спасибо вам. Помимо того, что это как бы новая экономика, которая создана вами была на молодой белорусской земле, они реально наработали компетенцию. Они реально значимая структура, которая способна выполнять любые задачи на мировом пространстве. Не только и не столько в Белоруссии, хотя вы совершенно справедливо отметили, что они также являлись, ну не то что фундаментом, но по крайней мере драйвером, триггером того, что у нас соответствующие компетенции развивались в промышленности, в реальном секторе экономики.